МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Эфир продолжает город сегодня. В 20-х числах декабря наблюдаются самые короткие дни, когда темное время суток намного превышает светлое. В это время горожане особенно много жалуются на отсутствие освещения на своих улицах. Хотя, надо сказать, подобные жалобы поступают уже давно. Сейчас за счет снега на улице кажется светлее. А вот пока его не было, на многих октюбинских улицах царила кромешная тьма. Опасно было не только ездить по таким улицам, где в любой момент перед машиной может возникнуть пешеход. Возвращаться детям из школы, да и взрослым идти в темноте очень неприятно. Ведь такая тьма характерна не только для отдельных улиц частного сектора или пригородов, но и тех районов, которые расположены почти в центре города. Так что октюбинцы вынуждены мириться с контрастом между местами яркой иллюминации и темными улицами, по которым приходится ходить вечером или рано утром. О том, как городские власти относятся к проблеме уличного освещения, мы решили узнать у заведующего сектором отдела ЖКХ Жанбулатом Кусмагомедовым. Здравствуйте, Жанбулат. Не все так безнадежно. Недавно жители улицы Кашевого отметили, что у них стало светло. Кому еще повезло в этом? По освещению у нас сейчас в настоящее время в городе освещением охвачено свыше 70% улиц. Как вы знаете, в текущем году проводился капитальный ремонт улиц освещения на центральных проспектах города, проспект Нокина, верхняя Хромтауская трасса. И железобетонные опоры, которые были установлены на тех улицах, были заменены на металлические. Вместе с лампами полностью было установлено светодиодное освещение. И данные опоры были установлены на улице Кашевого полностью. С лампами, с проводами. Жанбулат, а каким еще районам повезло? Также мы подключили с использованием этих опор улицу Кашевого, Чернышевского, улицу Озерного, въезд в Нур-Сити. Также улица Чапаева сейчас прорабатывается. До конца текущего года будет включено свыше 17 улиц, на которых вообще раньше не было освещения. У вас есть полная информация, где освещение есть, а где его нет? Полная информация имеется, да. А люди могут узнать, когда их будут подключать? Либо что вообще их ждет касательно освещения улиц? Да. Люди могут в любое время обратиться к нам в отдел жилищно-коммунального хозяйства по телефону, это приемная 530451, либо в сектор озеленения и благоустройства по телефону 503522. А вообще кто платит за освещение города? Бюджет и хватает ли выделенных средств? За освещение города платит бюджет. Ежегодная оплата у нас составляет около 200 миллионов тенге. Вот для уменьшения данной оплаты, для энергосбережения, вот мы в текущем году провели ремонт вот этих шести проспектов. Были установлены светодиодные светильники, и ожидаем, что экономия именно по данным улицам будет составлять около 60%. А нет ли сейчас веерного отключения, чтобы сэкономить? Вопрос веерного отключения мы вот в настоящее время прорабатываем. И сейчас мы подключаем сельские округа, вот новые жилые массивы. Это Заречный, Ахжар-2, Баурла-Стар, в ауле Кениса, Новкино жилой массив Астана есть, Козыл-Жар. Сейчас мы их прорабатываем, включение. Там будет установлен реле времени для экономии, то есть это на бюджет нагрузка оплаты за электроэнергию. Для экономии будет использоваться реле времени и будет включение, допустим, проводиться сейчас в зимний период примерно с полшестого-шести до двенадцати ночи. Это когда большая часть населения, там дети идут со школ, домой с работы многие возвращаются. С двенадцати где-то до пяти утра освещение будет отключено, после пяти до восьми, полдевятого, когда все идут в школу, на работу выезжают, будет опять включаться. А вот кто занимается освещением в новых микрорайонах, например, БАТЭС, Ак-Тюбей-Сити? Вообще полностью освещением города занимается отдел жилищно-коммунального хозяйства. То есть вы? Да. И если у людей есть претензии, они должны обращаться к вам? Да. А вот люди обращаются к вам с какими-либо просьбами по поводу освещения, сейчас мы говорим. Примерно сколько времени вам понадобится, чтобы решить реально проблему? Это зависит от того, какая проблема будет. Если люди будут звонить, что где-то просто не горит лампочка, где-то потухла, но это по осмотру освещения, это специалистами совместно с подрядной организацией самостоятельно проводятся объезды. На центральных проспектах в течение суток производится замена лампочек. На второстепенных улицах, где нет интенсивного движения, допустим, где нет маршрутов, там в течение трех-пяти дней проводится замена лампочек. Есть еще и сельские округа, например, Создинский. Кто там вопрос освещения решает? Также отделы жилищных коммуникаций. Есть у нас в городе районы, которые очень плохо освещены. И ведется ли работа над этими районами? У нас сейчас не освещены районы новой застройки, которые в сельских округах. Это, допустим, я как перечислял, Баврластар, Козлжар, Ахжар-2, Заречный. Работа проводится. В текущем году мы закупили свыше ста счетчиков. Они сейчас, большая часть уже установлена в данных трансформаторных подстанциях. А сейчас пусконалочные работы проводятся. Но мы планируем работы завершить в большей, как бы, в большей степени охвата, допустим, к концу года. Планируем завершить. С наступающим Новым годом вас! Поменьше проблем и жалоб от наших жителей. Спасибо. Освещение улиц – одна из самых постоянных тем, которая существует, наверное, с момента основания нашего города. Понятно, что сейчас октября разрастается, и улиц прибавилось значительно. Так что решением этой проблемы городскому кемату придется заниматься еще долго. Ну а чтобы узнать, на каком месте в очереди ваша улица, звоните в отдел жилищно-коммунального хозяйства. У нас на сегодня все. Делитесь и вы с нами информацией на сайте река.тв.кз, а также в группе «Город сегодня» в социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте. Всего вам хорошего и крепкого здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова